Пост о сфере, 28 февраля, утро, 6 утра, утренняя молитва. Сейчас выхожу в эфир на, значит, ютубе, вот, и в этом прямом эфире и помолимся, и поделюсь словом, вот, и так далее. Также хлебополомление, не знаю, или во время эфира, или после эфира сделаем. Вот, и, да, подише, да, люди сейчас спят еще. Вот так, так что благослови Негосподних всех вам. Боже, благослови, благослови этот прямой эфир сейчас, потому что через пару минут уже эфир, да. Благослови, Господи, Боже наш, во имя Иисуса Христа всех, кто подключается. Вот, чтение слова, благослови сегодня размышления наши, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, Аминь. Ну что, я включу уже, включу прямой эфир. Вот, запущу. Аллилуйя. 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 слава иисусу христу слава навеки богу святому братья и сестры всех приветствую кто подключается сейчас сейчас состоятся последние минуты до начала эфира но уже кто-то подключился уже вижу вот слава богу приветствую всех вас этим добрым утром сегодня вот 6 сейчас 6 утра по киевскому времени я буду говорить стараться потише потому что здесь еще люди спят еще и слышимость в этих квартирах очень большая хорошая так вот и чтобы не беспокоить никого из соседей вот и а сегодня этот день 28 февраля да так интересно каждый день конечно по-своему особенный по-своему он такой ценный слава богу вот по-своему памятный господь с нами во все дни до скончания века это замечательно да сегодня 28 февраля у нас 2018 год на дворе да по кстати по как сказать солнечному календарю получается да гражданскому календарю сегодня последний день зимы до 28 февраля но сегодня выпало совпало так по лунному календарю по библейскому календарю сегодня 13 число месяца адара вот сегодня в общем то вечером сегодня начинаем празднование праздника пурим этот день 28 число у нас время воспоминания что или 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 день ну да воспоминания вот библейских событий таких поста эсфири и и поста и и смирение мордыхая покаяние смирения и всего народа израильского потому как ну как в украине говорят ягд тревога так до бога вот так получилось и еврейская душа до бога вот звернулась когда действительно тревога и не просто тревога вообще это было беда настоящая угроза тотального холокоста знаете ли я не знаю как это реагировали бы евреи во время второй мировой войны если бы сразу бы так вот немецкие фашисты объявили насчет о холокосте насчет о том что они хотят истребить всех евреев я не знаю которые как отреагировали бы наверное все таки ну большая часть молилась бы однозначно тем более что европейское еврейство оно было достаточно религиозным в отличие от допустим американского еврейства вот европейское славилось тогда еврейство именно такой набожностью религиозностью ну наверное самая религиозная часть будем так говорить евреев проживала на планете в то время как раз именно набожная самая часть религиозная самая часть евреев проживала именно как раз в европе под властью гитлера третьего рейха вот так я был на том месте в европе бывал неоднократно но значит преподавал одно время каждый год там в берлине преподавал в библейской школе в библейских школах так получается в разных школах даже вот не в одной школе и значит проводил семинары в церквях вот и значит там запомнилась на улице на там шланген паддер штрассе шланген это змеяда паддер купающийся штрассе довольно странное название такое улица купающиеся змеи но бадден сейчас в германии да говорят купающиеся купания а раньше по старой германскому паддер говорили ну и на видишь очень схожие есть выражения роман пишет о славу иисусу христу господу нашему благослови вас всевышний аллилуйя роман благослови благословляю тоже и вас и всех святых кто подключился братья и сестры о чем хочу рассказать вот о том что действительно в этой молитве сейчас я вспоминаю вот в этой утренний час вспоминаю о постей молитвы израильтян вот потомков израиля в частности вот главных действующих лиц тогда будем договорить народа израильского царицы исфирь она же гадаса как мы вчера прочитали да вот и мардыхай их покаяние их смирение пред богом их сокрушение их молитва сегодня вспоминается сегодня в традиционном иудаизме ортодоксальном после сфири да и мессианские многие постятся сегодня насколько я знаю так что такой великий пост получается значит потому что и православные традиционные постятся и еврейские традиционные иудеи постятся сегодня и многие мессианские даже мне вот была на служении у нас воскресенье одна женщина да значит сестра она она это с киевской еврейской мессианская община она тоже значит сказал как раз о посте вот который значит я не понял либо вся киевская еврейская мессианская община постится либо значит лидеры постятся но как бы насчет не уточнял но то что после точно там сказали сказал она вот так вот и сегодня 28 у нас февраля 2018 года вот и совпало с 13 адара 13 адара да завтра полнолуние сегодня просто сфири вот и сегодня молюсь по слову божьему во первых конечно же перечитывая книгу эсфири да безусловно молюсь об этом вот пробуждение духовным имею ввиду израиля пробуждение духовным сегодня еврейского народа и церкви Божья всей как православной церкви так и вообще всего христианство потому что действительно значит церковь то она одна страдает ли один член целет тела страдает пробуждается ли один член или какая-то ветвь христианства все тело так или иначе пробуждается даже если она противится тому продуждение все равно если на дереве там веточки хоть какие-то Мы позеленили, то уже все дерево, хотя оно, может, такое безобразное, и коряга, и мертвое, казалось бы, все равно мы говорим, ну, жизнь есть в этом дереве, вот так вот. И в древе христианства, даже если там большая часть конфессий разной динаминации в мертвящем состоянии находятся, к примеру, то если даже некоторые пробудятся духовно, маленькие веточки даже, все равно хозяин виноградника скажет, о, в этом что-то есть, значит, в этом дереве толки есть все-таки, да, в этом не все потеряно. Вот, слава Богу, даже если двое или трое пробудется, то это уже добрый знак, и освящение всего тела уже есть, уже, слава Богу, вот, прославляется, средний член, все тело прославляется, слава Богу, даже если это мертвое тело уже, все равно прославляется, слава Богу. И помолимся, друзья Благословен Бог наш всегда, ныне, пресно, во веки веков, аминь Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Царь Небесный, Утешитель, Дух истины Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь Сокровищница благ, жизни подателю Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И Ты спас благое души наши Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Слава Тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Хвала Тебе, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Любим Тебя, благодарим Тебя, Святая Троица Благодарим Тебя, Отец, Сын, Дух Святой Благодарим Тебя, Бог Великий, благословен Ты, Бог наш Отныне и вовек, Аллилуйя Ты пришел и помиловал нас, слава Тебе, Господь Благодарю Тебя за Твою любовь, за Иисуса Христа, Сына Твоего Боже наш, Отче наш, благодарю Тебя, Господь Иегова, Отец наш За то, что Ты доказал свою любовь к роду нашему человеческому Чтобы никто уже не сомневался никогда в Твоей любви Потому что Ты заплатил своей кровью, отдал свою жизнь за нас Спасибо Тебе, Господь, за все, Боже, благословен Ты, Царь наш Благословен Бог наш, благослови сегодня Израиль, благослови сегодня Иерусалим Столицу возрожденного еврейского государства Спасибо, Господи, за то, что 70 лет назад Ты совершил это чудо, Господь, Боже, всемогущий Благодарю Тебя, Господь, Боже И вспоминая сегодня пост Эсфири, Гадасы, пост Мордыхая, пост народа израильского, Боже Который описан в Библии, в книге Исфири, Боже, я благодарю Тебя, Господь, всемогущий Благодарю Тебя сегодня за иудеев, постящихся, Боже, и там, в Иерусалиме, и в Израиле И в рассеянии, за рассеянных евреев Благодарю Тебя, Господь, за вспомнивших, вернувшихся евреев Благодарю Тебя, Господь, Боже всемогущий Благослови, Господь, Боже, во имя Иисуса, сегодня их пост Благослови, Господь, Боже, постящихся, Боже, братьев и сестер с мессианских общин, синагог Благослови, Господь, сегодня, Боже, наши братья, Господь, те, кто сегодня в посте, в молитве Также присоединяются к этому посту Эсфири Благослови сегодня всех православных христиан, Боже, в этом великом посту, Господь, во имя Иисуса Христа Боже, слава Тебе, благостаю всех христиан Независимо от нашей конфессии, динаминации, Боже Потому что действительно, Боже, тело одно, церковь одна Боже, потому что Ты возлюбил весь этот мир Не только часть Божия человечества Не только отдельные народы, племена Не только отдельные конфессии, динаминации Не только отдельные церкви, нации, нет За этот мир Ты за всех людей заплатил своей кровью, Боже Не вменяй людям преступления их, Боже, всемогущий Это благая, настоящая, хорошая, благая весть, Боже И я благодарен Тебе, Господь, за все Слава Тебе, Боже, всемогущий Благодарю Тебя, Боже, всемогущий, слава Тебе Аллилуйя Благослови сегодня Украину Благослови сегодня Киев, Боже, всемогущий Боже, всякое смятение Всякое, Боже, сегодня Господи, в народе Благотишь, Господь Пусть буря всякая Божия утихнет, перестанет, Боже И в физическом, и в духовном, Боже И пусть настанет эта тишина, Боже Этот шалом Твой, Господь, Боже Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса, благослови, Господь Буримный переворот такой, Господь, Боже Действительно, Твой пурим Пусть всякое зло, которое сегодня Обращено на нас Действительно, оно в ничто Обратится, Боже Потому как любящим Тебя, Боже И призванным по Твоему изволению Все превращается, обращается Все обращается к лучшему Ко благу Спасибо, Господь Аллилуйя Благослови всю нашу истрадавшуюся планету, Господь Потому что вся тварь, стена этой мучается Ожидая откровения сынов Твоих, Господь Боже, а величайшее это откровение, Господь Оно лежит на поверхности, Боже Но пусть оно в нашем поколении В наш час, сейчас, в наше время Раскроется, Господь Евангелие Царства Евангелие Христова Христос в нас Упование и славы Это величайшее таинство Величайшая тайна всех времен и народов, Боже Действительно, пусть совершается это таинство сейчас И пусть оно раскроется И откроется, Боже, всему человечеству Всему роду людскому, Господь, Боже Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Аминь Отец наш, сущий на небесах Папочка небесный Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова Хвалю Тебя Да святится имя Твое Да придет Царство Твое Да будет воля Твоя И на земле, как на небе Хлеб наш насущный, дай нам на сей день Прости нам долги наши, как и мы прощаем Должникам нашим Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веке Аминь Боже, спасибо, Господи Сегодня это чтение и Слова Божьего Твоего Пусть сегодня для нас, Господь Прозвучит в наши сердца Божий всемогущий Оно живое, оно подлинно живое Оно мертвое лишь для тех, кто мертв Но оно живое для тех, кто жив Спасибо, Господь, что мы не из мертвых Спасибо, что мы из живых Спасибо, Боже Братья Сестры В те дни У Марка В восьмой главе говорится Когда собралось весьма много народа И нечего было им есть Знаете, вот действительно Множество народа Множество народа Посмотришь, действительно Множество народа вокруг И нечего им есть Вот это духовно Голод Не голод хлеба даже Хотя, да Тяжелее стало и с продуктами, конечно И вообще, как бы, значит Материально тяжелее жизнь стала Но, знаете, не то беда Я помню, вот Начало 90-х А раз 92-й уже был год 92-й был 93-й Даже вот Я служил на приходах Как раз Рязанской области Тогда Вот и Там на одном приходе Село Коробухино Пурятинский район Рязанской области Кстати, там у нас родился Второй наш ребенок Вот Николай Слава Богу Сейчас заканчивает Язынский Слава Богу Уже взрослый Мужчина, да Значит И тогда вот, значит Вот и В Коробухино жили Там были бабушки Старенькие бабушки Я любил с этими старыми бабушками И на других приходах На прежних общаться И там любил Общаться И там была бабушка Одна баба Оля И звали ее Вот Старенькая-старенькая бабушка Она еще была Вот, кстати, да Она была вот С 19 века, получается Родом Потому что в 92-м Или 93-м Уже был год Ей было 96-м 95-96 То есть так вот Старенькая бабушка Баба Оля Она была слепая Фактически, да Ничего не видела Но Но в памяти И очень хорошо рассуждала Так вот Такая умная женщина была Но вообще-то Отдельная история История ее жизни Это я как-нибудь расскажу еще Я В кино такого не увидишь Что я узнал Вообще Тогда Ну ладно Но та баба Оля Помню, как-то Мы сидели Там бабушки сидели Другие пришли Вот Общались И я очень любил Послушать их Знаете Вот там Даже и кино Не надо никакого Послушаешь этих бабушек Вот Пообщаешься с ними И Я не знаю Столько для себя возьмешь Вообще Я Ой На приходах Было мое любимое занятие Наверное Еще и поэтому Бабушки Меня очень любили Вот А я Мне так это нравилось Вообще Я только жалею Что не было Ни камеры у меня Там Ни диктофона Какого-то Вот записать бы Хотя бы Монитофон был бы Но Кое-что помню Эти рассказы Помню И Говорю Для меня Это такое было Богатство Вообще В жизни Вот И Очень Богу Благодарен за это Поэтому Слава Богу Сейчас есть интернет Слава Богу Сейчас есть Все Возможности Есть Послушать Кого хочешь Вообще Вот И И вот Баба Оля Я помню Остановила Как-то Так Прервала Так Немного Так Рисковато Она Мягкая Женщина Такая Была Вот И Так Грубость Ей Неприсущая Была Совершенно Вот Отдельная История Вот И Там Бабы Как-то Другие Ну Женщины Бабушки Те Вот Они Стали Как-то Там Немного Роптать Вот Продуктов Нет В магазине Ничего Нет Как-бы И Вообще Все То Что Есть Тут Все Ужасно Дорого Вот И Жизнь Такая Стала Вот Как-бы Сложная Ну Вот И Та Баба Оля Прервала Их Баба Баба Остановить Постойте Вот Баба Не гневите Бога Не надо Гневить Бога Дальше Рассказывает Там Примерно Так Что Сейчас Мы Хотя бы Хлебушку Кушаем Вдоволь Вот Бывало Что И Хлеба Не ели Вдоволь Вот Девчонка Засыпала Говорит И просыпалась Одной мыслью Вот Хлебушка Просто Поесть Дос Это Мечта Такая Была Вот Неосуществимая Тогда Мечта Жили Просто Пухли Умирали Вот И Она Прошла Кое-что Она Рассказывала Про этот Ад Вот Голода Вот И Ну и Другие бабы Помоложе Которые Бабушки Они Согласились Да Все-таки Хлебушка Едим Дос Это Грех Жаловаться И Не будем Гневить Бога Говорит А будем Благодарить Бога За все Они Согласились И она Рассказывала Бабу Оле Что Там Другие Старшие Люди Даже Умирают Голода Вот Верили Богу Благодарили Бога Молились Вот И славили Бога За все Вот Конечно Всякие Истории Я слышал Тоже И Хулы На Бога Всякое Но Когда Люди Благодаря Бога И молятся До Последнего Слава Богу Вот И Но есть Голод Хлеба Знаете Ли Вот Это Страшно Конечно Это Ужасно Вот Жажда Воды Наверное Еще Страшнее Я Разговаривал С людьми Которые Видели Смерть От Жажды Вот И Один из этих Дедушек Старенький Такой был Дедушка Один В Орловской Области Правда Он Прошел Три Фашистских Констлагеря Немецких Фашистских Констлагеря Ну вот И Один Советский После войны Сразу Их Вагоны Загнали Всех И гнали Дуда Вот За Урал И там За Уралом Жил В концлагере До смерти Сталина Фактически Находился там Потом реабилитировали Потом Их вернули Вот Ни за что Их держали В концлагере Там Советском Кстати Он говорил Что В этих Трех Немецких Фашистских Констлагерях Он Пережил Ужас Но В советском За Урале У своих Самое обидное У своих Было Вот Пережил Такой ужас Что Все три Фашистских Немецких Вместе Взятых Не сравняться С ужасом Того Что пережил Там Это Вообще Такое Свидетельство Было Это было Давно Еще Я слышал Еще был Молодым Совсем Еще Тогда Начало 80-х Годов Еще было После Олимпиады Как раз 80-го Года Вот И Вот Дедушка Был живой Еще Тот Который Ну Ничего не боялся Такой Интересный Был Дедушка Воевавший С первого Дня войны Воевавший Потом В плен Попавший И прошедший Три Констлагеря Немецких Не сдавшийся Не сломавшийся Отказавшийся У фашистов Служить Вот А потом Обидно После войны Попался Сразу Ну Он понимал Многие понимали Это вот НКВД Разошло Они так Посмотрели на нас Что мы сразу Поняли Что Для них Мы просто Скотина И все Не люди Обреченные На заклание Просто скотина Вот так Вот Животное И Страшно Было Вот И И вот Тот человек Рассказывал Что Он видел смерть От обезвоживания От Жажды Потому что И гнали туда За Урал Вот Загоняли В эти Вагоны В которых Фашисты Животные Перевозили Ну и Людей тоже Но в отличие От фашистов От немцев Нам не давали Ни воды Ничего не давали Наступил голод Это одно По дороге Потому что ехали Не так Чтобы там Быстро Где-то Как-то кто-то Смог что-то Утаить Вот Иметь Но Самое страшное Было Обезвоживание Не давали воды На некоторых станциях Еще Пока по Европе Ехали Еще Была вода Потом Когда уже Въехали В Союз Воды уже Не было Это было страшно Вот И хлеба уже Не было Это было страшно И вот Гнали их За Урал Ехали Вот И Когда приехали Там Больше полвагона Было трупов Уже И большинство Умерших Это без Воды Люди Разрывали себя Расцарапывали Пили Это было Настолько Безумие Было Безумие С ума сходили Вот И Знаете Но есть Голод Еще более страшный И жажда Еще более страшная И самое страшное Что это Знаете Обезвоживание И смерть Голодная Наступает Неприметным образом Неприметным Внешне Это незаметно Вообще Вот это самое страшное Знаете Как в Израиле Говорят Когда приехал В Израиль Я был Один раз Только Как турист И Там Говорили Что Обезвоживание В Израиле Наступает Очень быстро И для Посторонних Вообще Неприметно То есть Незаметно Поэтому Нужно Всегда Идешь Идешь Раз И Раз Отразу Глоточек Воды Делаешь Вот Значит И Первый симптом Головная боль Поэтому Нужно Все время Бляшечку Воды С собой Иметь Какую Обязательно Вот 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 И Да Мы Приучились Тогда В Израиле Пить Воду Вот Хотя бы Понемногу Значит На этих Экскурсиях Везде С собой Носишь Пляшечку Воды И Немного Пьешь Вот И Незаметно Мне это Удивило Так Надо же Незаметно Наступает Человек Не поймет Что Произошло Вот И Голод И Жажда Воды Божьего Знаете Вот Общение С Богом Живое Общение С Богом Вот Это Общение С Ним С Богом Для Большинства Людей Это Незаметная Проблема Вот И Вообще Не проблема Даже И Большинство Из нас Из живущих На земле К сожалению Вот Есть такое Даже Не понимает Что это Проблема Вот Но Из-за Отсутствия Вот Этого Общения Живого Этой Живой Воды Вот Этого Живого Духа Бога Этого Его Тела Крови Его Плоти Которую Он дал За весь Мир Его Кровь Которая Пролита Была За весь Этот Мир Его Дух Святой Который Он Изливает На всякую Плоть Ныне Вот И Вот За Закрыто От Творца Гибнут Души Есть Голод Хлеба Жажда Воды А есть Отсутствие Вот этого Слова Живого Которая Наше дело Быть свидетелями Людям Наше дело Действительно Жалеть Людей Вот Не осуждать И не судить Что Жаль было Народу Иисусу Тогда В том Физическом Мире Находящемся Что уже Три дня Находятся При мне И нечего Им есть Шутка Льда Три дня Если Неевшим Отпущу Их В домы Их Ослабеет В дороге Ибо Некоторые Из них Пришли Издалека Ученики Его Отвечали Ему Откуда Мог бы Кто взять В пустыне Хлебов Чтобы накормить Их И спросил Их Сколько у вас Хлебов Они сказали Семь Тогда велел Народу Возлечь На землю И взяв Семь хлебов И воздав Благодарение Преломил И дал Ученикам Своим Чтобы они Раздали И они Раздали Народу Было У них И немного Рыбок Благословив Он велел Раздать И их И ели И насытились И собрали Оставшиеся Кусков Семь Корзин Тоже Я думаю Тоже В церкви Сделаем Рыбопреломление И хлебопреломление Будем так говорить И воспоминания Того Чуда И делали Мы как-то Так уже Так интересно Было Ели рыбку Ели хлеб Благодарили Бога За все Размышляли Оставшихся У нас Было Немного Остатка Оставшегося Но Конечно Не столько Много Семь Корзин Надо же Вот То есть Семь хлебушков Было И семь Корзин Кусков Оставшихся Так что Ломали 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 И все Больше Я представляю Чудо Кстати Здесь В Украине Я В Днепропетровской Области Там Общался С верующими Это было 20 лет назад Почти Ну да 20 лет назад Общался С верующими Семья Старые Песятники Вот Которые Были Свидетелями Чуда Еще Молодыми Совсем Еще Детьми Ну вот Ну и дети Слышат Это Конечно Уже Как рассказ Вот Их Родители Видели Это все Своими Глазами И Ощущали Это своими Руками И своими Желудками Это чудо Во время Второй Мировой И их Село Было Такое Часто Под обстрелами С одной И с другой Стороны Вот И Приходили То Красные То Немцы Там То То есть Вообще Не поймешь Такое было То одни То другие Воевали Значит И вот Село Часто Страдало Это Вот И Было Такое Что У них Дом Был Один Из Немногих Сохранившихся Вообще Уцелевших Полностью Хотя Рядом Там Даже Все Повзорвалось Значит Там И Не было Ничего Уже Вот Соседние Дома Но У них Даже Стекла Были Целые Там Какие Там Были Вот У них Был Дом Не просто Дом Они Где жили А там Молились И все Вот Бог Сохранил Их Жизнь Слава Богу Конечно За все Но Самое Было Интересное Вот Сам Рассказ Это был Как раз Об умножении Хлеба Ну Картошки В том Случай Картошки Вот У них Там Последнее Ведро Картошки А еще Вся Зима Фактически Переди Еще И весна И прочее Короче А А еще В чем Беда Была Что Такие Начались Обстрелы Что Выйти Из дома Нельзя Было Ну И в доме Опасно Конечно Но Вот У них Как дом Молитв Был Такой Они Понимали Что Божье Присутствие Такое Что Вот Бог Сохраняет Их На этой Территории Ну И они Молились Конечно А Даже Если Выйти На улицу Куда Что Куда Где Искать Приключения Искать Только Вот Еды Не найдешь Вот И Последнее Ведро Картошки Семья Там Старшие С ними Еще Жили Какие Люди И еще Какие Укрывались Верующие То есть Ну Надолго Не хватит Этого Ведра Вот И Там Оно Как в Подполе Хранилось У них Вот Да Значит И туда Младшего Посылали Там Принести Там Пару Картофелин Там Вот И очистки И все Шло Конечно Все В еду Шло Вот И знаете Значит Потом Прошло Какое-то Время Какие-то Недели Прошли Уже Но Они Так Прикинули Что Картошки Уже Там Не должно Было Быть Уже Наверное Последние Наверное Клубни Остались Какие-то Но Не Послали Снова Младшего Спустись Там Последние Принести Что есть А там Очень много А сколько Там Ну Полное Ведро Еще Как Полное Ведро Стоп Там Уже Было Полное Ведро Тогда Еще Какое-то Время Назад Уже Должны Были Все Съесть Ну Ладно И до них Потом Дошло Когда Уже Даже Всякие Сомнения Рассеялись Что Действительно Что Уже Даже Чисто Ну Там Даже Приблизительно Там Не должно Было Быть Ничего Уже В этом Ведре А ведро Полное Младший На них Такой Страх Напал И Благодарность Страх Хороший Божий Знаете Святой Вот И Такая Благодарность Бога Особенная Что Да Бог Умножает Еду Эту Картофель Это Картофель И Они Так же Послали Младшего И Он Так же Спускался И Доставал По нескольку Клубней Они Так же Все Это Ели Там И Все Это Ну Варили Там И С этим Со Шкурками Все Это Все Шло В Еду Так же Осторожно Все Это Ели Знаете Ли Вот Но Самое Интересное Это Хватило Не Только До Весны Вот Это Хватило Самой Поздней Весны Одним Словом Почти Начало Лето И Ведро Не Прекращало Не В этом Ведре Короче Картошка Она Не Исчезала Она Была По прежнему Полное Ведро Было И Картофель Был В хорошем Состоянии Прочь Вот Так Вот И Только Когда Уже Ближе К лету Уже Вот Тоже И Они Уже Взрослые Уже Спустили Сами Вот Посмотреть Вот Уже Чудо Прекратилось Уже Оставшиеся Доели Уже Подъели Уже Но Уже Время Можно Было Выходить Уже Вот И Уже Что-то Собрать Там Где-то Что-то Найти Можно Было Еду Какую-то Вот Но Меня Впечатлило Что Что Вот Это Ведро Картофеля Да Вот На Это Куча Людей На Большую Семью Плюс Взрослые Старшие Там Плюс Еще Кто-то Еще Из верующих Вкрывался Вот И всех Бог Прокормил На этом Одном Ветре Картофеля То есть И в наши Дни Чудеса Подобные Происходят Господь И сегодня Тот же Самый Вот И Действительно Ой Я Слышал Рассказ Уже Об Африканской Миссии Кто-то Мне уже Рассказывал У нас В церкви Кстати Вот Об Африканской Миссии Где-то Наварили Там Каши Вот Детям Значит Там Сироты Какие-то Ну там Война И много Сирот Этих Черных Мальчиков Девочек В приюте Но Крупы Было Много Но Не столько Много Чтобы Всех Вдоволь Накормить Этих Деток А плюс Еще Получилось Так Что Еще Подвезли Короче Что Делать Всем Совсем Помало Получится И все Но Самое Интересное Давали Ну Сколько Получится Столько Получится Тогда Сами Поделятся Кто Получил Эту Кашу Порцию Стали Насыпать Самое Интересное И удивительное Что Всем Хватило И даже Когда Прикинули Что Наверное Сейчас Закончится А она Все Не заканчивалась Каша Была И так Получилось За добавками Потом Подходили Детки Которые Получили Первыми Подходили За кашей Снова Накладывали И Больше Полбачка Большой Бак Варили Эту Кашу Вот Так Оно И Есть Еще И Дошло До Сотрудников Этих Миссии Что Там Какая-то Женщина Была Вот Я забыл Развали Ее Служитель Вот Значит Что Поняли Что Это Чудо Божье Вот Что Естественно Образом Столько Не хватило Бо Каши На всех Вот А сверх Естественно На всех Хватило Еще Осталось Еще Как Там В бачке Этой Каши Вот И Знаете Это Очень Хорошие Знаки Такие Добрые Знаки Чего Еще Что Вот Божье Слово Да Оно Такое Божий Дух Его Он Не оскудеет Нет Такого Чтобы Закончилось Оно Божьего Духа Божьей Любви На всех Хватает На всех Абсолютно На всех Вот Если Сегодня Все Люди На планете Возапьют Богу Обратятся От всего Сердца К Создателю И скажут Бог Спасибо За твою Любовь Знаете Божьей Любви Божьей Благодати Божьего Духа Божьего Сердца Хватит На всех И еще Останется Сегодня Этим Утром Хватит Или Для кого Может Хватит И еще Останется Этого Божьего Святого Духа Слава Богу И вот Этих Семь Хлебов Мы Прочитали И Немного Рыбок Их Хватило На всех Еще Осталось Семь Корзин Написано У Марка Восьмой Раздел Восьмая Глава Евших Жа Было Около Четырех Тысяч И Отпустили Их И тотчас Войдя В лодку С учениками Своими Прибыл В пределы Далма Нувские И Вышли Фарисеи Начали С ним Спорить Вот Что делают Религиозники Знаете Спорить Знаете Такой Конфликт В этом Сюжете В самом Даже Евангелие Здесь Читаешь О чуде О радости Думаю Что Сердца Преисполнены Были Учеников Радостью Что Да Этих Семь рыбок Семь этих хлебов Немного рыбок Было У нас Вот Ну что Такое Фишмак Такой Приготовить Можно Было Ну Может На эту Команду На учеников Иисуса Да Какие там Хлебы Были Ну Поделиться Поделиться И на всех Пре много Хватило Бы Вот Но Не на тысячи Людей Слушайте Ну да Около Четырех Тысяч Надо же Как это Можно было Все поделить Никак По крошечке Капелюшечке Только Да и По капельке Не подели Что Вот И Люди Были в таком Переживании Чуда Божественного А потом Когда встречаются Столкновения С религиозниками Нет Чтобы Вот У религиозников Порой Как и у политиков Очень странные И политики И религиозники Порой очень странные люди На самом деле Вот Это Похоже на какое-то Психическое заболевание Я думаю Вот Что-то с душой Психо Что-то не то С психикой Человеческой Вот Я думаю Есть какое-то нарушение Психическое Я не врач Но Я так полагаю Что есть какое-то расстройство Психическое В том Чтобы Как вот Пушкин говорил Там Двуногих тварей Миллиона Для нас оружие одно То есть Смотреть на других людей Как на Просто двуногих тварей В этом что-то есть Извращенное И то же самое Как у политиков Так и у религиозников Есть что-то извращенное Что-то ненормальное Противоестественное Вот Смотреть на эту Внешнюю форму На внешние Вот эти вещи Вот Жажда спорить А не живого Бога Не живого духа Общения Чья церковь лучше Чья конфессия лучше Вот это все Что только лишь у нас Бог там и прочее И вот Или какие-то другие споры Поднимать Я думаю В этом что Есть какое-то извращение Какое-то расстройство Какое-то Сектанство вообще Оно близко к расстройству Психическому какому-то Знаете ли Вот Сектантское мышление Само это вот Знаете ли Ну в легкой форме Переболеть Мы все этим Переболиваем Наверное Я так рассуждаю Все люди Наверное Больше или меньше Этим переболивают Вот Ну это Как В духовном возрасте Это как вот Раннее детство Совсем еще детство Когда кажется Что твоя мама Твой папа Ну они Они так и самые лучшие Безусловно самые лучшие Но Вот они кажутся Что Ну самые-самые Вообще Вот Твоя семья Самая-самая Она так и есть Самая лучшая Твоя семья Но Потом понимаешь Возрослев Что Бог любит всех Вообще Что Все семьи Они ценны Дороги Богу Вообще И Бог любит Каждую семью Каждого человека Вот Вот А младенческое Такое состояние Конечно Ну Религиозник Это Такой термин Определяющий Наверное Вот человека Который уже По возрасту Должен был быть Уже взрослым По уму Знаете ли Ну это вот Трагично видеть Я Наверное Вы тоже видели Да Вот такие болезни Когда человек Уже взрослый Как бы Да А по уму Он еще вот Младенец Страшная трагедия Вот И то же самое И вот видишь Трагедия такая Происходит В духовном И душевном Плане И вот У фарисеев Казалось бы Уважаемые люди Набожные люди Изучающие Тору Изучающие Слово Божье Молящиеся Так тяжело Так больно Что вот Вышли фарисеи Начали с ним спорить Вот И требуют от него Знамения с неба Знаете Настолько Вот я Бывает Рассказываешь людям Некоторым Тоже вот И бла-бла-бла-кар Путешествуешь Или где-то там Общаешься еще с людьми Вот Рассказываешь о чудесах Знамениях Вот Самое интересное Даже Даже неверующие люди Чаще Вот Незамутненно Религиозно Чаще Воспринимают Все как-то Ну Что ли Проще Естественней А люди Религиозные Порой Там Которых Может Даже Не то что Само чудо Оскорбляет Как бы Обижает тот факт Что как бы Это не в его конфессии Может произошло Даже вот так вот Я помню Вот это конфессиональная Какая-то гордыня Какая-то Я помню Я помню Кстати Такой эпизод Еще В Брянской области В 96-м году Я уже Начал общаться Встречаться С некоторыми протестантами Пересекся Так в жизни Не специально Но так получилось Так вот С одним пообщался С женщиной Пообщался Вот Первым протестантом С кем общался Тогда был Брат один Григорий Тельных Он сейчас пресс-фитер В городе Сураж Брянской области Вот С ним я познакомился Так интересно было Пообщаться Вот Очень Богу благодарен За брата Григория Вот Но Помню Там В городе Сураж Брянской области Там Значит Фабрика технических Картонов Пролетарий Ну не знаю Сейчас же она есть Эта фабрика или нет Но тогда была В 90-е Вот И Значит И там Я там Возле проходной Стою Значит И Разговариваю Значит Там С мужиками Не помню О чем Я им что-то рассказывал Что-то же о Боге О вере Вот О церкви Рассказывал Что-то Значит там Ну как-то Приобщать их Как катехизатор Будем договориться Вот Воцерковлял их Понемногу Значит там Мужиков Ну те слушали Конечно им интересно Было Вопросы задавали Шутки С батюшкой Так особенно не поговоришь А это Сам пришел На фабрику Общается Там На проходной Но я пришел Вообще не к ним Я пришел К начальству Ну и походу Общаться С этими мужиками Как раз Общаемся Возле проходной И как раз Идет эта женщина Вот И она Такая Как говорится Наташка Глаза на распашку Вот И значит И на меня там Батюшка Говорит Будьте благословены Так здорово Что вы с нашими мужиками Общаетесь Вот Ну Просвещаете их А то Да Нужно им нести слово А то Так и так Погибает народ Будьте благословены Пусть вас Бог благословит Говорит Ну так она Она Хорошо все говорила В общем-то Понимаете ли Хорошие слова говорила Но меня оскорбило Как религиозника Тогда вот Оскорбило то Что Ну религиозно Как Во-первых Что за панибратство Значит Батюшка Значит И как можно батюшку благословлять Она должна была подойти И поклониться Там Попросить благословения А это Ну как же так Значит Тем более явно Не моей конфессии Понимаете ли Потому что Ну Нормальный православный дом Никогда так не додумается Подойти И говорит Батюшке Будьте благословены Вот Ну явно Из сектантов Тем более таких агрессивных Таких Насколько я понял Ну в смысле таких активных Она не агрессивна Она радостна Улыбаясь Так По-доброму Но для меня это было Как агрессия Знаете ли Религиозная Я помню Значит Я сразу отрезал Думаю А мужики смотрят Значит И там Думаю О Так сектантской пропаганды Сейчас начнется Наверняка Какая-то Я так сразу отрезал Стоп Говорю Стоп 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 Говорю У вас свой бог Говорю У нас свой бог У вас своя вера У нас своя вера Вот значит Не путайте Говорю Кислая с пресном там И божий дар Как говорится С яичницей Ну я ему так Отреагировал Вот А она не угомонилась Она Да так Так батюшка Говорит Ну у нас Вера-то она одна Христианская Ну как-то так Вроде как меня Тоже все кто записал Думаю Ничего себе Думаю Вот И дальше говорит Значит Вот Значит Я была такая пьяница Блудница Все там Рассказывала Значит думаю Думаю А я про себя думаю Стоп Думаю нормальная Порядочная женщина Об этом молчит Вообще Если была пьяница Так И сейчас не пьяница Так радуйся И молчи себе Потихонечку А это Значит Трезвонят Думаю Перед всеми там Позорятся Ну ладно Я не понял Думаю К чему это все А потом говорит Да вот я Умирала уже И потом Я заболела тяжело Значит умирала И исцеляю Исцеление хотела получить По святым местам ездила В источниках купалась К мощам ходила Сама чуть было мощами не стала То есть Чуть не померла уже Все уже Я уже сходила в могилу фактически Уже без посторонней помощи Никуда Даже не могла подняться уже Там до кухни Дойти там до туалета Вот Подруги помогали Женщины Другие помогали Вот И значит Там была одна женщина Которая Подруга Которая Ну вы говорите Секта Но она туда ходила И она сказала Тебе уже хуже точно не будет Ну согласись таки Со мной пойти на служение А хотя бы одно служение Побудем вместе Там В моей церкви Ну ладно Везите меня в вашу секту Потому что Уже все равно Хуже точно не будет Все уже Врачи оставляли Жить ей совсем недолго Вот И она Ее погрузили Выгрузили Привезли туда Значит На служение И она мне Говорит И всем этим мужикам Так слушайте Вы говорите Секта А меня там Бог исцелил Говорит И я говорит С первого же служения Ушла на своих двоих У меня румянец появился Я на покойника Перестала быть похожей Вот И я значит Похожа была уже на живую женщину А потом Она рассказала Что через какие-то Буквально очень короткий срок Там месяцы какие-то Она была совершенно здорова Вот значит И на работу ходила снова И прочее И Бог ее там От алкоголя От всего Отшил Освободил От всяких этих проблем Я помню Религиозную гордыню Тогда свою Знаете Вот эти бесы религиозные Поэтому я их так Распознаю Легко Потому что сам был Когда-то напичкан Ими просто-напросто Этими бесами Знаете Вот Я сейчас Скажу Что В то время Будучи Таким традиционалистом Я был священником Таким традиционным Ортодоксальным Молодым священником Знаете У меня было видно Что вот Вот это чудо Если оно Ну было понятно Там дураку было ясно Что-то от Бога Значит Знаете Всякое даяние Благое Свыше сходит Вот Но мне было обидно Что это не на наших Там Святых местах Тем более Мощах Там значит Там А где-то в секте Произошло Вот И думаю Не от Бога Это все точно Не от Бога Я стал противиться Внутри этому Вообще И я тогда Громко Там Все мужики стояли Думаю А мужики уже слушают Уже заслушались Они там уже думаю Сейчас Они вообще сейчас Православные погибают Сейчас они в секту Пропагандистка такая Думаю Надо аж отпор давать Антисектантский И я там Взял Как бы в свои руки Власть И там громко Так Говорю Это вас говорю Дьявол исцелил Говорю значит Никакой не Бог Это вы в секте Ваша душа пропала Лучше бы вы умерли Говорю Вот И по крайней мере За вас молиться Можно было бы А теперь даже Не помолишься даже Вы уже в ад пойдете Все уже Я уже короче Ну я Я как вспомню Такие слова жесткие Я говорил Так я вообще Вообще Религия очень страшная вещь Эти бесы Религиозные Когда они поселяются В человеке Вот И манипулируют Сознанием человеческим Уже То человек Он готов Убить даже готов И думает Что служит Богу Вот Это действительно Состояние такое Которое Вот Очень страшное состояние Я понимаю Почему дух инквизиции Да Вот этот нечистый дух Он Ну В церкви Как Ну Бродит Закваска такая Вот знаете Вот такая вот Бродит Вот почему Потому что Действительно Вот Эти бесы Реальность И я благодарю Бога Что в том же 1996 году Освободился От этих бесов И Я знаю механику Как это происходит Вообще Я знаю Вот эту Физиологию Что ли Освобождение От Религиозного Этого беса От религиозных Духов Здесь их Поэтому Я все эти годы И провожу семинары Служения в церквях Вот Рассказываю Делюсь этим Не потому что Некоторые говорят Почему ты Грязное белье Выворачиваешь Показываешь Все это Зачем Ну Многим непонятно И протестантским Религиозникам Непонятно И православным Религиозникам И католическим Там непонятно Почему Опять таки Это То что я показываю Все это На распашку Это не для Позора Там своего Или там Кого-то еще Чего-то еще А это для Славы Божьей Потому что я показываю Тем самым Что действительно Бог Освободитель Бог освобождает Знаете ли Как пьяница Бывший Он показывает Своё пьянство Бывшее И показывает И говорит Демонстрирует Хоть перед всем светом Наркоман Бывший Показывает Своё бывшее Наркоманство И показывает Блудница Своё блудник Своё бывшее Показывает И не стесняется А почему Ему Ему это Действительно Благодать вообще Потому что Он свидетельствует О том От чего Бог его освободил Это не его Это не он уже Он другое Новое творение И я Как новое творение Я Свидетельствую О том Что Бог сделал В моей жизни Бог показал мне Ту грязь Которую Он мне достал Вот И Богу благодарю Богу благодарю за всё Господь Во имя Иисуса Христа Все кто подключился Подключался В это время Сейчас Для Этого прямого эфира Да вот Пишет Брат Роман Тоже Доброго дня Паспорт Сергей пишет И всем братам И сестрам Кто малыш С вами Хай благословит Господь Имя Иисуса Аллилуйя И аминь 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 Аллилуйя Нахай благословит Тебя Господь Аллилуйя Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да Призрит на Тебя Господь Светлым лицом Своим И помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо свое На Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом не спасение Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет Другого имени Под небом Данного Нам Людям Которым Надлежало бы Нам Спастись Слава Иисусу На веки Слава Богу Святому Аминь Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Мир Всем вам Аллилуйя